Друзья, давайте, наверное, мы будем начинать следующий доклад. Сейчас основатель компании iTech Игорь Гончаровский, ведущий, и ведущий инженер-программист Максим Сахно выступят за докладом «Математика в программировании на реальных примерах». Собственно, у нас тут есть кликер, два таких ручных микрофона. Раз. Возможно, вам имеет смысл просто по разной стороне встать от экрана просто. А, последовательно? Все хорошо. Я думаю, все равно удобно. Второй микрофон, чтобы у вас был. Все хорошо. Давайте поприветствуем докладчиков бурными аплодисментами. Да, спасибо. Мы уже немного задержались. Мы специально проверяли, мы сумеем в тайминг уложиться. Да, не будем задерживать лишнее время, лучше оставим на вопросы и обсуждения. Прежде всего, хотелось рассказать о себе. Меня зовут Игорь. Так получилось, что, ну, скажем, учась на математическом факультете, я не предполагал, что когда-то, скажем, стану основателем какой-то компании, будут работать какие-то люди. Но судьба завела так, что еще в участии в университете я начал заниматься телефонией в местном телекоме, в Сибирь телеком, IP-телефонией. И со временем, в общем, уже 10 лет, официально в компании у нас 15 сотрудников. По меркам Омского IT такая микрокомпания. Но мы занимаемся тем, чем мало кто в Омске занимается. Мы внедряем IP-телефонию в компании, в контакт-центры, разрабатываем собственные системы, поддерживаем open-source разные продукты, туда вливаем какие-то свои достаточно скромные, но наработки. И как раз в тот момент, когда мы начали разрабатывать собственные продукты, прошло, скажем, с момента вообще, как я занимался математикой в университете, прошло какое-то длительное время. И у меня так, я когда думал, да, вообще, как потребность в математике распределена в нашей жизни, да, она распределена очень неравномерно. И у нормального, не знаю, школьника, да, потребность начинается в первом классе, она постепенно так возрастает. Когда тебя что-то спрашивают, задают, идешь на Олимпиаду или у тебя экзамен, у тебя эта потребность возрастает резко. А в конце, ну, ты поступаешь в университет, например, на матфак, тогда эта потребность снова растет, растет. Также случаются иногда пики, когда у тебя экзамены, и потом, когда ты устраиваешься на работу, все, в общем, так обваливается резко вниз. Потому что, ну, вот, я когда начал заниматься телефонией, я не думал, что там где-то пригодится вообще математика. Ну, телефония, телефония. Оказывается, что на том же матфаке нам рассказывали про, не знаю, цифровую обработку звука примерно ничего. Вот. И когда мы начали работать там с людьми из других вузов, оказывается, что в том же Сибади об этом рассказывают гораздо больше. В политехе об этом люди тоже в курсе. А мы как-то вот знаем много теорий, но не очень много практики, к сожалению. И когда мы начали заниматься своими продуктами, оказалось, что в продуктовых компаниях, в общем, математика пригождается как-то достаточно часто. И она, я выписал примерно то, что те области, которые мы либо использовали, либо рассматривали, чтобы ее использовать за последнее время. И, ну, приходится так достаточно мучительно вспоминать, не говоря уже о тех случаях, что вообще, на мой взгляд, обязательно современному программисту, там, ну, как минимум, алгоритмы на уровне алгоритмов сортировки и понимание сложности каких-то задач, там, насколько она там сложная, линейная, там, квадратичная, экспоненциальная. Понимать надо даже фронт-энд разработчикам, а то бывают очень неприятные, могут возникнуть очень неприятные ситуации. Ну и вот все это нам в той или иной мере пригодилось. И, наверное, не всем разработчикам, которые занимаются разработкой, нужно знать и владеть математикой, но нужно хотя бы иметь, как много раз я слышал, обучаясь на матфаке, что мы не учим вас там какой-то конкретной математике, там, алгебре, да, мы учим вас читать книжки. Нужно, чтобы человек имел кругозор, кругозор, ну, в решении задач, там, это может быть кругозор полученный при решении олимпиадных задач, при, там, не знаю, решении задач в рамках того же университета, но чтобы иметь кругозор, получив какую-то задачу, он мог увидеть в ней нечто большее, понять, что там, может быть, какая-то там математика или новый алгоритм, да, пойти разбираться, читать книжки и найти правильное решение. И тут мы переходим как раз к человеку. Я, скажем, теоретик, я могу рассказывать об этом, но не применять в реальной жизни, да, а Максим у нас человек, которому в действительности пригодилась эта математика, и он все это использует на практике, расскажет, как. Всем добрый день, да, как я уже сказал, меня зовут Максим, и для начала немножко фактов обо мне. У меня уже почти 5 лет опыта коммерческой разработки, и в данный момент я работаю бэкэнд-разработчиком в компании iTech, и практически уже успел поучаствовать в разработке большинства продуктов этой компании. Также в данный момент учусь на первом курсе аспирантуры Омского филиала Института математики имени Соболева. И так сложилось, что мне попадаются различные задачи, которые в том числе включают в себя математику, и я бы как раз таки в данном докладе хотел рассказать, чего можно добиться, если совместить и математику, и программирование. Вот, и у нас есть два продукта, о которых я бы хотел рассказать, которые как раз таки применяются в математике. Это антибот. Он позволяет операторам, работающим в колу-центре, которые осуществляют исходящий обзвон, не тратить время на прослушивание автоответчиков. И VFM, который позволяет спланировать работу уже колу-центра, в котором операторы обрабатывают входящие вызовы таким образом, что повысить качество обслуживания и снизить затраты. Вот, перейдем к антиботу. Как я уже сказал, у нас имеется колу-центр, в котором работают операторы, которые осуществляют исходящий обзвон. Например, они могут обзвонить участников какой-нибудь акции, например, IT-субботника и предупредить их о нем. То есть напомнить. И нередко они попадают на автоответчики. То есть они могут позвонить, когда человек сейчас разговаривает, и услышать номер занят. И чтобы такие ситуации не случались, как раз таки эту проблему решает антибот. То есть схематично это можно продемонстрировать таким образом. У нас тут имеются два оператора, и оператору Васе не повезло, он как раз таки попал на автоответчик. Но тут еще нужно сказать, что в современных колу-центрах операторы вручную уже давно не набирают номера сами, за них это делает система, и которая очень сильно повышает эффективность, но ее можно увеличить еще, если как раз таки исключить автоответчики. То есть и вот тут на сцену у нас выходит антибот, который занимается прослушиванием всех звонков, и если он понимает, что в каком-то звонке содержится автоответчик, то есть сравнивая с базой данных, известных уже образцов автоответчиков, то он посылает команду отмены звонка, и в итоге у нас оператор Васе не получит звонок с автоответчиком, он получит нормальный звонок и будет разговаривать с клиентом. И главный вопрос в том, как понять по аудиозаписи, что она является автоответчиком, как вот сравнить. Ну давайте немножко перейдем к тому, что такое звук. Наверное, из школьного курса физики всем известно, что звук — это волна. Вот если мы откроем какой-либо аудиофайл в редакторе, то мы как раз таки увидим звуковую дорожку, то есть эту волну. И если мы ее отмасштабируем, то уже более наглядно будет видно, что это волна, график то есть. И нам приходится работать, обрабатывать звук в цифровом виде, как происходит его оцифровка. Через равные промежутки времени записываются значения амплитуды, и мы получаем такой массив чисел, по сути. И если еще увеличить масштаб, как раз таки можно увидеть отдельное значение амплитуды уже оцифрованного звука. Антибот получает, точнее, мы получаем аудиоданные по протоколу UDP. То есть мы получаем последовательность пакетов, каждый из которых содержит очень маленький фрагментик исходной аудиозаписи. И мы могли бы, например, чтобы сравнить, чтобы понять, что данная аудиозапись является автоответчиком, мы могли бы взять последовательность пакетов, восстановить какой-то фрагмент аудиозаписи, то есть это будет массив чисел, и попытаться найти вхождение этого массива в другие известные нам образцы. Но в реальной жизни это работать не будет, потому что, как я уже сказал, мы получаем данные по протоколу UDP, который не гарантирует порядок доставки пакетов. Более того, он вообще не гарантирует их доставку. И как вишенка на торте, если где-то в процессе сигнал передается в аналоговом виде, то он может дойти с искажениями, с шумами, и в итоге вот как-то приходится с этим работать. И, возможно, наверное, кто-то знает сервис, который позволяет находить похожие аудиозаписи с шумами. Да-да-да, именно. И тут как раз-таки нам на помощь приходит математика. Тут такой вопрос. Можем ли мы по звуку, например, понять, из каких базовых звуков он состоит? Как, например, какой-то сложный цвет, например, пурпунный, еще какой-то. Мы знаем, что он состоит из набора базовых цветов. И как раз-таки ответ «да». Более того, мы можем это наглядно увидеть. То есть мы видим график, и по нему мы можем как раз-таки узнать, из каких базовых звуков он состоит. И более того, мы можем это увидеть наглядно на спектрограмме. То есть как раз-таки спектрограмма — это трехмерный график. По оси X у нас идет время, по оси Y — частота, и цвет точки на пересечении времени частоты как раз-таки обозначает значение амплитуды этого базового звука, которые и слагают исходно у нас сигнал. И как раз-таки, чтобы получить эту спектрограмму, используется преобразование Fourier, которое проходится на курсе математического анализа в Emit. Ну, у нас, так как мы работаем со звуком оцифрованным, то нужно применить дискретное преобразование Fourier. То есть оно как раз-таки позволяет по этой волне, по этой аудиозаписи, то есть где представлено по оси X время, а по оси Y — амплитуда, получить другой график, у которого по оси X уже идет частота, а по оси Y — значение амплитуды этого звука с этой частотой. И чтобы построить исходную спектрограмму, то есть полную, мы должны применить это преобразование Fourier многократно, то есть это делается в рамках одного окна, то есть оно изображено здесь в виде красного прямоугольника, то есть мы применяем его к кусочку аудиозаписи в этом прямоугольнике, и можем получить одну строчку. То есть вот этот вот график, то есть его значение по оси Y — это цвет точки вот здесь. И сдвигая его многократно, мы можем получить следующую строчку и так далее, и так далее, и так полную спектрограмму. И давайте посмотрим на паре примеров. Вот тут у нас спектрограмма синусоида как раз-таки базового звука. У него сейчас частота 440 Гц, что соответствует ноутеля первой октавы. И по спектрограмме мы сразу видим, что у нас есть линия как раз-таки там, где частота 440 Гц. Если мы возьмем какой-то более сложный график, то есть берем ту же самую ноутеля, и ноутеля вторую октаву, которая частота 880 Гц — это вот второй график. И третий получен с помощью микширования, то есть поточечного сложения. И опять же на его спектрограмме снова мы видим две линии, которые как раз-таки говорят о том, из чего он состоит. Как он получен? И давайте еще раз взглянем на спектрограмму. Тут уже можно видеть, что у нас как раз-таки у одних частот более высокие амплитуды, у других меньше. Это еще немножко с течением времени меняется. То есть от масштабира, то как раз-таки можно посмотреть, что вот она волна. И как раз-таки она периодически тут как-то колеблется, из каких-то сложных... какая-то сложная, но можно наглядно видеть, что является композицией более простых. И, кстати, по графику тут тоже можно видеть, по спектрограмме, что у нас со временем частоты, точнее амплитуды у более высоких частот увеличиваются. Что можно увидеть на графике, потому что она начинает колебаться более сильно. И частоты с высокими амплитудами не обладают очень важным свойством, а именно то, что если аудиозапись зашумлена, то это практически никак не отражается на этих частотах с большими амплитудами. И это позволяет получить нам слепок, который будет устойчив. То есть слепок получается следующим образом. Через равные промежутки времени мы записываем значение частоты с максимальной амплитудой. И получаем таким образом массив точек, который устойчив к шумам, то есть слепок. И дальше уже с помощью таких слепок можно сравнивать, сохранять их в базу данных и вести по ним поиск. И таким образом находить автоответчики. И на этом про антибот у меня все. Далее я бы хотел сказать про VFM. VFM расшифровывается как Workforce Management, то есть система управления трудовыми ресурсами. И она решает следующую задачу. У нас есть коу-центр. Которые занимаются уже обработкой входящих вызовов. То есть это, например, может быть техподдержка. И очень важно, чтобы операторы в этом коу-центре работали по какому-то хорошему расписанию, которое учитывало все параметры, чтобы в итоге было высокое качество обслуживания и низкие издержки. И человек просто не в состоянии для коу-центов как раз-таки больших размеров создавать такие расписания. Давайте рассмотрим, какие у нас есть параметры в этой задаче. У нас, во-первых, есть различные типы вызовов. На примере можно рассмотреть вызов про роботы-пылесосы, по самоварам и по микроволновкам. И есть три оператора. Оператор Иванов может обработать все три типа вызова, но, например, по самоварам он справляется с обработкой слабо, а по роботам-пылесосам и микроволновкам приемлемо. Есть Петров, который может обработать только по микроволновкам, и причем делает это очень хорошо. А также есть оператор Сидеров, который хорошо справляется с обработкой вызовов по роботам-пылесосам, слабо по микроволновкам и вообще никак по самоварам. И, соответственно, так как у нас есть типы вызовов, то у нас известна история нагрузки. То есть мы все время делим на интервалы равной длины, по 15 минут, например. И, соответственно, в прошлом знаем, сколько в каждый интервал времени вызовов поступило, какое было среднее время разговора. Вот это вот так вот выглядит. И что можно видеть здесь на примере, количество вызовов по разным типам никак не коррелирует. Ну, точнее, не обязательно коррелирует, что усложняет, потому что нам нужно распределить операторов так, чтобы в каждый момент времени их было достаточное количество. И у операторов есть смены. Смена определяет, когда оператор начинает работать, заканчивает работать, когда у него бед, когда у него перерывы. И у нас есть много таких вариантов смен, и каждому оператору нужно выбрать такую смену, чтобы в итоге у них все хорошо сложилось. И расписание выглядит у нас следующим образом. То есть мы каждому оператору сопоставляем конкретную смену. И в рамках этой смены для каждого интервала времени мы выбираем, какие типы вызовов оператор должен обрабатывать. Ну и, соответственно, у нас в каждый момент времени должно быть достаточное количество операторов для обработки количества типа вызовов. И можно выделить у нас две основные стадии работы. Это прогнозирование. То есть мы строим прогноз с помощью машинного обучения на интересующий нас период времени в будущем. То есть для каждого момента мы узнаем, сколько таких вызовов поступит каждого типа, какое будет среднее время обработки. И на основе чего с помощью, например, формулы Erlang можно вычислить необходимое количество операторов. И затем это уже является входными данными для модуля прогнозирования. И как раз-таки модуль прогнозирования у нас использует генетический алгоритм для построения расписания. То есть давайте немножко про генетический алгоритм мы поговорим. Генетические алгоритмы берут свою идею у природы. То есть это эволюция, естественный отбор. Но если у нас в живой природе в качестве особи используются живые организмы, то здесь у нас в качестве особи используется решение задачи. То есть уже конкретное расписание. И у нас есть тут такое понятие, как популяция. Популяция представляет из себя как раз-таки набор особей. И на начальной стадии работы алгоритма мы формируем начальную популяцию. То есть какой-то набор решений, не обязательно он будет хороший, скорее всего он будет получен с помощью какой-то либо простой жадной процедуры, либо случайным образом. И дальше мы запускаем итеративный процесс эволюции, на котором по текущей популяции у нас строится новая популяция с помощью трех основных шагов. Это селекция. То есть при селекции у нас отбираются как раз-таки набор особей, на основе которых будет сформирована следующая популяция. И вероятность выбора у особи тем выше, чем выше ее значение функции приспособленности. Ну в нашем случае это насколько у нас хорошее решение. То есть чем лучшее решение, тем выше вероятность ее выбрать. И тут действует правило выживать сильнейший. Затем мы попарно для отобранных особей производим скрещивание. То есть по двум особям родителям мы формируем две особи потомка, которые являются комбинацией родительских особей. И затем каждую особь мы применяем оператор мутации. То есть мутация вносит какие-то случайные изменения в особь и позволяет получить какие-то новые варианты решений. Давайте более подробно остановимся на операторе скрещивания. Во-первых, ну как я уже сказал, что оператор скрещивания позволяет на основе двух родительских особей получить две особи потомка, которые являются комбинацией родительских особей. Например, рассматривая в рамках нашей задачи, это может быть, что мы для потомка номер один берем часть расписания работы для операторов у первого родителя, а остальную часть расписания работы операторов у другого родителя и для второго потомка аналогичным образом. Причем оператор скрещивания срабатывает с некоторой вероятностью, которая является параметром алгоритма. То есть он срабатывает с вероятностью P и тогда производит два потомка. И с вероятностью 1-P у нас на выходе будут исходные родители. И оператор мутации. То есть он получает на вход одну особь и вносит в нее какие-то случайные изменения. То есть, например, он может для каждого оператора с некоторой вероятностью перегенерировать расписание его работы и таким образом получить новые варианты решений. И вот у нас этот процесс происходит многократно. То есть мы отбираем сильнейших, потом скрещиваем их, получаем, возможно, еще какие-то более лучшие особи, затем производим мутацию, получаем какие-то новые варианты, потом снова скрещиваем, снова мутируем, отбираем лучших. И в итоге результатом работы генетического алгоритма будет являться наилучшее решение, найденное за все время. И на этом про VFM у меня также все. Далее предлагаю открыть ссылку, на которую можно наглядно увидеть работу генетического алгоритма. Он применяется для гоночных автомобилей. То есть особями являются гоночные автомобили. У каждой такой особи задается форма корпуса, диаметры колес. Диаметры колес, их масса и скорость вращения. И они соревнуются в том, кто дальше проедет. Но тут почему-то уже какая-то финальная популяция, которая хорошо катается. Не, она только начала. Они сейчас хуже начнут. Может быть мы обновим вкладку, потому что там начинаться точно должно не так. Слишком хорошо вначале получилось. Можно видеть подобные, как раз-таки они появляются путем скрещивания и немножко отличаются, как раз-таки что вносит мутация. Нет. Есть размеры колес, масса и скорость вращения. В общем-то, я хочу поблагодарить за внимание и готов ответить на ваши вопросы. А это пускай идет на фоне. Это всегда увлекательный процесс. Это катание машинок. В общем, у меня вопрос. Что за модель использовалась для прогнозирования? До того, как вы начали строить решение генетическим алгоритмом. Вопрос понятен? Да. Смотри, мы, во-первых, задачу решали с нуля, то есть никакая. Но возможность была, насколько я понимаю, решение, есть какие-то коммерческие решения, там, свободные для академического использования, но нам они не подходили за свои стоимости. Ну и мы начали свои варианты искать, как решить задачу прогнозирования. Максим, собственно. И как-то родилось решение использовать генетический алгоритм. Максим, можешь подробнее рассказать. Непонятно, то есть как вообще можно прогнозировать настолько. Ты вообще про прогноз говоришь, то есть происходные данные. Да, 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 для прогноза. Ну и именно это там. Прогнозирование – это другая часть работы. Я понимаю. Вот я и хотел узнать, это там что, СВД или что там применялось. Я сейчас точно не могу сказать. То есть изначально экспериментировали с профитом. А на чем сейчас прогнозирование, не скажу. Но оно не суперточное, потому что в телефонии все достаточно изменчиво. Там суть какая? То есть мы даем какой-то прогноз, а дальше все равно даем результат на некотором супервизору для подтверждения, для верификации. И плюс приходится в процессе следить за тем, насколько у нас текущий процесс отличается от того, что мы прогнозировали. Есть ли еще вопросы? Так, я там встану. Отлично, да. Я боялся, что не увижу кого-то. Меня зовут Антон. Вопрос следующий. Насколько этот инструмент, алгоритм можно переиспользовать? А именно генетический алгоритм? Нет, не сам алгоритм, а эту разработку. Смотрите, вы же разработали, получается, непосредственно для операторов АТС, для колл-центров. Но есть же и подобные задачи планирования, допустим, в разработке. И есть какая-то… Грубо говоря, я project manager работаю. Есть команда разработки. Более-менее стабильная в компании. И мы в среднем понимаем, какие у разработчика компетенции есть, с какой он скоростью. В среднем работает. И эти данные мы тоже можем на вход собрать. Можно ли переиспользовать это решение не только для АТС, колл-центров, а в каких-то других областях? Само именно решение один в один, конечно же, без доработок нет. Но как раз-таки генетические алгоритмы тем, чем хороши, тем, что они универсальны. И мы можем немножко изменить кодировку решения, поменять целевую функцию и снова запустить процесс эволюции. То есть их адаптировать очень просто. Ну, относительно. Вообще сам класс решения Workforce Management, он не специфичен для телефонии. То есть он, в принципе, для оптимизации расписаний любой рабочей силы. То есть он может быть хоть дорожные рабочие. Есть какой-то поток заявок, их нужно обработать операторами, исполнителями с какими-то умениями. Общая задача. Не только для телефонии. Есть ли еще вопросы у кого-то? Отлично. Меня зовут Алексей. По антиботу. У вас протокол UDP в чистом виде или RTP? РТП. РТП. Так. Когда вы считаете преобразование Фурье, вы берете, используете оконную функцию на входных данных перед преобразованием Фурье? Да, используем. Когда вы получили слепок, дальше вы сравниваете с образцом с помощью корреляции? Или как? Нет, у нас уже слепок два набора точек. И мы, например, если два слепка сравниваем, мы можем визуально, если просто мы можем взять и наложить, если точки там большинство совпадают, то похож. Ну, если упрощенно говорить. Но вы же это не визуально делаете? Ну, это делает алгоритм, но проще объяснить общую идею визуально. Ну, то есть это не вычисление корреляционной функции? Ну, это уже работа непосредственно со слепками. Мы, смотри, да, тут немного упрощаем, да, мы один в один сравниваем и считаем, что не совпали, если совпало большинство точек слепка. Это не будет работать для музыки. Для нашего случая, когда у нас достаточно ограниченный набор того, что мы ищем совпадения, это работает. Не, ну, да, вот продолжение предыдущего вопроса. То есть вам сначала надо наработать базу, условно говоря, роботов-автоответчиков. Да, у нас есть порядка 300 записей. Ну, и, да, дальше понятно. То есть там какая-то метрика похожести должна быть. Ну, вот. У меня вопрос, естественно, по математике, по генетическому алгоритму. Вот ваша модель, да, она формирует расписание работы рабочей силы, да, извиняюсь за эту фатологию, а требования трудового законодательства, она как соблюдает? Она же может человека там на неделю без перерывов посадить. Вот как? Это как раз-таки, какие смены мы зададим, такие будут выбираться. Какие критерии зададим, что, например, оператор должен работать не больше сталькита и не меньше станкита. Мы просто, например, это можем сделать штрафную функцию, и такие решения будут считаться не очень хорошими. Ага, то есть это все можно прописать, да? Это все очень гибко прописывается. Ага, хорошо, понятно. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Так, я пойду оперативно посмотрю. Меня тут оставили без помощи из чата. Может быть, есть вопросы в чатике. Вопрос в чатике нет? Вроде еще в заднем было. О, отлично. Уточнение. Уточнение, это тоже важно. Просто хотел узнать, получается, при получении плохих значений вы просто выкидываете их? Нет, мы их не выкидываем. Мы можем, например, начислить штрафную функцию, то есть это просто понизить функцию приспособленности, и оно будет с меньшей вероятностью выбираться, такое решение. Оно будет считаться более плохим. А, то есть вы заранее понижаете, да? Да, и будут выбираться для дальнейшей эволюции более лучшие решения. Ну, понятно все. А если вам не удается найти особь без штрафов? Ну, в начальной популяции такое, конечно, может быть, потому что мы генерируем неоптимальным образом, но как раз-таки со временем в процессе эволюции у нас находятся хорошие особи без штрафов. Это всегда у вас так получалось, да? Найти без штрафов. А, у нас даже... Ну, это я в общем говорю, мы на самом деле можем создать такую кодировку решения, которая будет представлять только допустимые решения. То есть это еще много зависит от того, как мы кодируем решения. Ну, ладно, я потом тогда это... Задам вопрос чисто по математике, это уже в частности. Хорошо. Есть ли еще у кого-то вопросы? Так. Окей. Если вопросов нет, у нас и фотограф сбежал, но мне тоже дали задание наградить Максима вот таким вот нашим значком памятным за выступление. Спасибо. Спасибо за выступление. Аплодисменты. Да. На этом доклады, я полагаю, подходят к концу, и мы теперь можем вот какое-то время, у нас до трех часов время пообщаться просто, там, за кофе, еще ничего не убираем, и на этом IT-субботник, официальная его часть заканчивается. Давайте еще раз поаплодируем этому событию и... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ